Глава 58. Июнь. Вот уже три месяца, как Маша не видела своего сына. На звонки он не отвечает, в гости не заходит, чтобы проведать мать. Не знает, как она поживает, как чувствует себя, не интересуется продажей квартиры, которая не сегодня-завтра будет занята другим хозяином. Продажа прошла успешно. Риэлтор помог найти покупателя, а также приобрести комнату в общежитии со всеми удобствами. Бывший хозяин оборудовал 10-метровое помещение так, чтобы не нужно было стоять на общей кухне и мыться в общей душевой. В комнатушке есть все – и плитка для готовки, и душевая кабина, тахта, маленький обеденный стол, небольшой узкий шкаф и даже мини-холодильник с маленькой стиральной машиной. Много всего для полноценной жизни. Вот только место для гостей в обрез. Вернее, его просто нет. Есть закуток для верхней одежды, чтобы снять и повесить или разуться. А дальше – мебель, техника. Своё имущество пришлось оставить в квартире, чтобы получить чуть больше денег. Всё сложилось так, как и рассчитывала Маша. Половина средств ушло на покупку комнаты, а половина осталась ждать Петю. Маша сидела у окна и ждала машину, чтобы перевезти пожитки на новое место жительства. Жаль расставаться с родным домом, очень жаль, но по-другому нельзя. Соседи всё так же обходят стороной, приставы донимают новыми постановлениями. С Ниной и Настей Маша уже давно потеряла общение. Женщины переехали жить за город на даче, которые для них купили дети. Ну, вот и всё. Заметив газель с надписью «Перевозка», Мария поднялась со стула, прошла в комнату и встала у дивана. «Прощай, мой хороший. Теперь у тебя будет новая хозяйка. И ты прощай», – посмотрела на модный шкаф, который покупала на отложенные деньги несколько лет назад. «И спасибо этому дому, а теперь пойдём к другому». Подняла с пола огромный баул и вытащила в прихожую. Водитель позвонил в дверь. Маша передала неподъёмные сумки, взяла переноску, где смирно сидели пушистики, и вышла в новую жизнь. День переезда совпал с днём её рождения. Сидя рядом с водителем, Мария смотрела на дорогу и молчала. В голове ни единой мысли, в душе пусто, даже плакать не хочется. «У меня сегодня день рождения», – сказала вдруг вслух, уставившись на впереди идущий автомобиль чёрного цвета. «Что вы говорите?» – мужчина отвлёкся и украдкой взглянул на пассажирку. «День рождения? Ну, я вас поздравляю», – произнёс радостным голосом. «Как удачно, новоселье и именины в один день справлять будете». «Да», – выдохнула с горечью женщина. «Гостей уже пригласили?» «Да», – тем же тоном ответила Маша, опустив глаза на переноску. «Два кота, вот и все гости. И звать-то некого. Друзей нет, родня не общается по инициативе самой Маши. А сын?» «Сын может и поздравит, но вряд ли». Газель приехала по адресу, притормозила, и водитель немного удивлённым взглядом окинул трёхэтажку. «Хм-м-м», – хмыкнул водитель, открывая дверь. «А как её до сих пор не расселили? Она ж не сегодня-завтра рухнет!» Маша не стала отвечать на бестактный вопрос, вышла из машины и вынула ключи из сумочки. «Куда нести?» – доброжелательный мужчина поставил сумки на тротуар. «Первый этаж, я покажу». Сейчас в её голосе чётко прозвучало отчаяние. «Это радует», – проследовал он за Машей. «Соседи, надеюсь, тихие. В таких бараках нариков не счесть, да и с алкашами дела обстоят неважно». Открыв дверь бокса, а затем комнаты, Маша впустила помощника. «Ох, да у вас тут целая квартира!» – поставил сумки на пол. «Правда, не развернуться. Вы одна будете здесь жить?» «Одна». Маша стояла позади в ожидании, когда же любопытный нахал заберёт оплату и свалит уже, наконец. «Тогда нормально». Повернувшись, мужчина обратил внимание на уставшие, забитые горем глаза клиентки. «Всё будет хорошо», – сказал, дав надежду на лучшую жизнь. «Спасибо». Взял деньги и удалился. Август. Почти два месяца, как Мария пытается привыкнуть к своей коморке. Жить в кладовке невыносимо. Место кот наплакал, чётко сказано. Котам тоже особо не по нраву ютиться в свободных двух метрах на полу или тахте. В таких диких условиях Барсик и Мурка начали себя вести, как уличные бродяги. Маша устала сгонять их со стола, ловить в общем коридоре и выслушивать упрёки соседей из-за путающихся под ногами шавок. «Ещё раз увижу на кухне, башку ему оторву», – рычал сосед Юрик, стоя перед дверью Маши в обляпанной майке и со сковородкой в руке. «Всю рыбу сожрали, пока я спал». «Для этого и существует крышка», – возражала Маша, прижимая к груди напуганного Барсика. «Почему не накрываете?» «Не твоё собачье дело», – оскалив гнилые зубы, прошипел Юрик. «Если не будешь за ним смотреть, пеняй на себя». Сплюнул на преддверный коврик и ушёл в свою комнату. Ох!» – Машу передёрнуло от омерзительного плевка, обосновавшегося у порога. Закрыв дверь, села на тахту и с грустью посмотрела в глаза Барсику. «Я понимаю, вам тоже тесно, неуютно, неудобно. Но что делать? Деваться нам некуда. Потерпите, мои хорошие, я что-нибудь придумаю». «Что можно придумать, когда у тебя за душой ни копейки? Продать комнату и найти другую с более привлекательными соседями? Где? В каком месте? На Луне?» Правильно водитель грузовика сказал, что в таких бараках живут алкаши и опущенцы. Очень жаль, что старушка умерла так рано и комнату продали каким-то выпивохом. И откуда у пьяниц деньги на покупку комнаты в городе? Знамо дело откуда. Жена Юрика Тоня родила второго ребёнка и получила мат-капитал, плюс региональные. Каким путём она смогла добавить сверху ещё 1100, история умалчивает, но деньги она где-то раздобыла. Может, продала какую-нибудь недвижимость, а может, украла. Но факт остаётся фактом. В соседней комнате поселились маргиналы, самые настоящие. Дети сейчас гостят у бабушки, возможно, даже живут там на постоянной основе, а Тонька с Юркой пьянствуют, собирая ночами таких же опущенных жизнью гостей. Музыка и танцы с отвратительным хохотом не прекращаются до утра. Первое время Маша просила соседей вести себя потише, но Юрка сразу дал понять, кто в этом блоке хозяин. Или закрой рот и спи, или вылетишь в окно вместе с шерстяными зверьками, которые к тому времени повадились орудовать по чужим кастрюлям. — Надо купить поводок, и будем с вами гулять, — глянула на спящую на глиняном горшке Мурку, которая обняла своим телом комнатное растение. — Всё ж вам будет посвободней, полегче. Переложив на тахту барсика, Мария надела сандалии, чтобы сходить в магазин за поводками. Открыла дверь и, выходя, сунулась было в сумку, но там не оказалось кошелька. Вернулась, поискала в навесных полках под подушкой, заглянула под тахту и только потом вспомнила, что прячет кошель в кармане старого зимнего пальто. Вытащила кошелек, положила в сумочку и ушла за покупками. Маша отсутствовала около часа. Вернувшись, решила сразу взять животных на прогулку, но в комнате не оказалось Мурки. Мало того, её не оказалось и в общем коридоре, в кухне и даже на балконе. — Что-то случилось, я это чувствую, — сквозь слезы произнесла Маша, закрывая дверь своей комнаты. — Что-то плохое. Присев на тахту, тут же вскочила, услышав на улице жалобное мяуканье. Выбежав на общий балкон, начала звать барсика. — Кыс-кыс, барсик, иди домой. Согнулась пополам, упираясь животом в железную перекладину, и стала всматриваться между клумбами вдоль стены, чуть дальше, в сторону соседнего дома, но кота нигде не было видно. — Барсик, ты где? Иди сюда. Видимо, чей-то питомец испугался чужого голоса и спрятался, а может, убежал. Душа не на месте. Сердце стучит так, будто отбивает последние минуты ожидания возвращения барсика. Словно Маша вот-вот его встретит после долгой разлуки. Проторчав на балконе около двадцати минут, женщина поплелась в комнату с угрюмым видом. — Господи, прийти бы домой, а он сидит возле двери и ждет, — шептала Маша, еле передвигаясь свинцовыми ногами. — Как же я упустила! Когда ты успел выскочить? Пусть он будет дома. Пожалуйста, пожалуйста! Проходя мимо обшарпанных дверей блоков, она молила кота вернуться домой. Представляла, как войдет в свое скромное жилище и найдет барсика спящим на его облюбованном месте. Так те. В голове сложилась четкая картинка. Открывает дверь, а кот спит себе, как ни в чем не бывало. Так и вышло, только не совсем так. Нашла Маша своего любимца спящим на ручке двери своей комнаты. Через два дня волшебным образом пропала и Мурка. Ни живая, ни мертвая, она так и не нашлась. Осталась Маша в полнейшем одиночестве. Первые числа сентября. Маша практически не выходит из комнаты. Если нужно в магазин, то украдкой выбирается рано утром в круглосуточный, чтобы купить хлеба и макароны. Если нужно высушить белье, то для этого дела она развесила веревки в комнате над входной дверью. Пойти прогуляться? Шутите? Свежий воздух попадает в комнату через открытое окно. Мусор выносить также поутру, чтобы не попасть в лапы неугомонным соседям, которые возомнили себя хозяевами блока. Маша стала ниже травы и тише воды, лишь бы не нарваться на Юрика. Жена его как-то потише. Ее практически не слышно и не видно. Пьет и спит. Иногда из-за стены доносится ее визгливый смех, который раздражает до костей своей писклявостью. Надо купить лекарство. Маша копалась в аптечке. Осталась только до завтра. Выпила таблетку от боли в желудке и прилегла. Вот она, одинокая старость, подбирающаяся с каждым днем все ближе и ближе не только к внешнему виду, но и к душевному состоянию. Никому не нужная, больная, уже не скандальная, но все же крутящая в голове злобу на родню и весь мир, Маша не до конца осознала свою вину перед самой собой. Не до конца утишилась ненавистью и злопамятством к давно почившей матери, сестре Кате, соседскому мальчишке Степке, которого уже и не помнит на лицо, к бывшей лучшей подруге Вере, сочувствующей и оказывающей помощь в любой ситуации. Да, и к Варваре, спасшей ее сына от полиции, свекровь от неминуемой смерти и саму Машу, когда та попала в больницу с прободением язвы. Забыла Маша, как ее спасали родные люди, помогали словом и делом, были готовы в любой момент принять ее в своем доме и выслушать все ее недовольства. Забыла, не понимает, не хочет понимать, отгородилась от внешнего мира и не признает себя виновной в постройке собственного счастья. С собственными руками связала свою судьбу от начала до конца. И никто не повинен в ее одиночестве, кроме ее самой. Мать отдала в интернат, были причины, отдала. Не приехала навестить, не приняла, как следует, когда Маша приезжала погостить на каникулы. Язвила, поддевала, посмеивалась, ругала и выгоняла из отчего дома. Да, было, все это было, но ты сама, Маша, где ты была, когда в твоей жизни появлялись люди взамен материнской ненависти? Где ты была, когда на твоем пути повстречалась свекровь Анна Никифоровна? Где ты была, когда Вера протянула тебе руку помощи? Чем ты ей отплатила? Завистью к ее умственному укладу, способному пойти дальше и не останавливаться на месте. Ты завидовала ее благополучию, заботливому мужу, а как же Сергей? Когда его карманы были полны денег, ты плясала перед ним и пела песни о его зарплате, а как только случилась беда, отвернулась и обвинила в безразличии. Цеплялась к его детям, жалела денег для них и постоянно напоминала о бывшей жене. Зачем? Сергей также воспитывал и твоего ребенка тоже, который не является родным. Но он ни словом об этом не обмолвился. Растил и кормил как сына, твоего сына. Ты же не позволяла мужчине говорить с мальчиком по-мужски. Закатывала скандалы и напоминала, что Сергей не отец и даже не отчим, а так, пустяк. А что ты сделала с Варей? Ты повторила то, что с тобой сотворила твоя мать, выгнала девчонку на улицу и даже не бросилась на поиски, когда молодая девушка пропадала где-то всю ночь. Но Варя не припомнила тебе того гадкого поступка. Она помогла тебе выжить. И никто никогда не узнает, что смена Варе в тот день закончилась раньше. Она просто осталась в больнице, чтобы помочь новеньким молоденьким девушкам, только что пришедшим на работу, влиться в коллектив и не бояться пациентов. И операцию делать должен был другой врач. Но Варвара не позволила, испугавшись за жизнь родной тетки. Чем ты ей отплатила? Первым спасибо и последующим не тронь моего сына. Сын, на первом месте у тебя сын. А где он сейчас? Почему не звонит, не спрашивает, как ты, мама? Почему не приходит, не зовет в гости, а? Умру вот здесь, и никто не узнает. Лежа на тахте, Маша смотрела в потолок, и по ее виску сползала крупная сиротская слеза. Или убьют соседи. Призыв был услышан. В дверь ударили ногой с криком. Слышь, бабка, открывай, дело есть. Это был пьяный Юрик. Маша лежала неподвижно и, кажется, не слышала грохота. Юрик продолжал долбить ногой по деревянной панели с просьбой открыть дверь, но женщина не реагировала. Уставившись в одну точку, теребила пальцами ткань покрывала и пребывала где-то глубоко в себе. Слышь, открой, мне срочно. Прижавшись спиной к двери, сосед начал стучать пяткой, потом повернулся и уткнулся в дверь по запотевшим лбом. — Ну, выйди, а! — жалобно заскулив, положил ладони на деревянную поверхность. — Ну, что тебе стоит? — Может, подохла? — в полголоса проговорила Тоня, подходя к мужу. — Ее уже несколько недель не видно. — Тогда б тут воняло, как из выгребной ямы, — огрызнулся Юрик и втянул воздух через широкие ноздри. — Чувствуешь? Не воняет, значит, жива. — Значит, переехала? — Неа, мы бы знали. — Счета-то приходят, тут она прячется. — Пойдем, без масла обойдемся. Завтра детские должны заплатить. — Детские — это завтра. — А я сейчас хочу жрать, — рыкнул голодный сосед и стукнул кулаком в дверь. — Падла, чтоб ее инфаркт схватил. — Пошли, у нас еще консерва сельди открытая осталась. Ты не всю ночью сожрал. Тоня взяла мужа за руку и потащила в комнату. Юрик что-то бубнил, шлепая голыми ступнями по грязному линолеуму и глотал слюни с голодухи. Соседняя дверь захлопнулась, освободив Машу от гнусных соседских блюзжаний и неприятного запаха давно немытого тела. — Я хочу умереть! — молниеносно пронеслось в голове Маши. — Господи, забери меня к себе! Я достаточно намучилась! Хватит! Хватит с меня! Слезы текли и текли по вискам, выдавливая из эмоционально ослабевшей женщины последнюю тягу к счастливой жизни. Мечты о спокойном одиночестве разбились о стены коморки, когда Маша въехала сюда, чтобы спасти свое потрепанное нервное состояние от непрошенных гостей, которые не хотели слышать одну и ту же фразу «Петя здесь больше не живет». Петя, где же ты, сынок? Единственный, самый любимый человек на этой заполненной никчемными людишками земле. Почему не ищешь маму? Почему не звонишь? Она столько раз пыталась дозвониться, чтобы спросить, как ты поживаешь, как проходят твои будние дни, как твое здоровье. Старенький мобильник лежал рядом и предательски молчал, заглушая грустные мысли о сыне. Маша ждала каждый день и каждый час звонка от Пети, но уже несколько месяцев ей никто не звонит. Даже родственники, которых она заставила спуститься с небес на землю своим дурным отношением к ним. «Мне все равно, как вы там живете. Мне все равно, что вы там думаете обо мне. У меня никого нет». Шептала дрожащими губами, проливая уже не капли, а ручейки слез горького отчаяния. «Я интернатовская. У меня нет ни отца, ни матери. Нет братьев и сестер. Я одна. Сама по себе». Настраивая себя, говорила шепотом, чтобы никто не услышал. Пролежав еще полчаса на жесткой тахте, она почувствовала, как урчит в животе. Уже и забыла, как доела в последний раз. Может быть, утром, а может, вчера. Скорее всего, дня три назад, так как уже не помнит, когда в последний раз готовила. Питается дешевыми макаронами, которые нужно залить кипятком, сладкими яблоками, черным чаем с овсяным печеньем и готовым салатом, который покупает раз в неделю, чтобы побаловать себя. Приподнявшись на руке, Маша испытала резь в желудке. Лишь бы не болела, лишь бы все было в порядке. Резкое головокружение охватило слабую женщину. В горло подкатила тошнота. Надо поесть. Кое-как встала и села. Смахнула с лица слезы и потянулась к стулу, чтобы пересесть. — А-а-а! Юрка! — дикий крик Тони спутал мысли и откинул Машу на тахту. Волосы на голове встали дыбом от пронзительного вопля. Душераздирающий выкрик замолк на пару секунд и сменился звериным воем. — Юрочка! Не надо! А-а-а! Юрочка! Сейчас и ее прибьет. Машу уже не радовала чужая беда. Сейчас она искренне сочувствовала соседке из-за ее скорой кончины. Крики и плач не прекращались. Тоня рыдала, как белуга, но почему-то не было слышно самого Юрика. — Не надо, Юрка! Не оставляй меня! — умолила женщина, завывая от боли. — Да что там происходит? Последние слова Тони напрягли Машу. Вставая с тахты, она глубоко вздохнула и подошла к стене. Пристроилась рядом со стиральной машиной и, наклонившись, приложила ухо возле навесной полки. Никаких движений не слышно, только вопли соседки, сопровождаемые нервными всхлипываниями. Через несколько минут рыданий Антонина заговорила торопливым голосом, объясняя кому-то, куда надо ехать. — По телефону, — говорит, — сообразила Маша, прижавшись ухом к стене. Спустя пятнадцать минут за окном послышался звук сирены, приближающейся скорой. А чуть позже подъехала и полиция. В этот день Юрка закончил свой жизненный путь на этом свете и отправился на суд Божий. — Так тебе и надо. — Маша вздохнула с облегчением, сидя у окна общей кухни. Юрка подавился остатками законсервированной рыбы, в которой обнаружили какую-то мелкую железяку. Об этом рассказала Тоня, пришедшая к Маше, чтобы позвать на поминки. Но пить Мария не стала. — Никто из его друзей не пришел. Молодая женщина плакала за столом. Юрка был хорошим, понимающим. — Угу. Маша смотрела на подпитую Тоню и в глубине души жалела ее. Но Юрку не было жаль. Он заслужил свою смерть по праву. Такие только небо коптят. — А где твои дети? — спросила Маша, разглядывая помятое лицо соседки. — Нету. — Тоня подняла стакан с прозрачной жидкостью трясущимися руками. — Отобрали. Мать воспитывает. — Как? И давно? — Недавно. Суд был. Отхлебнув комнатной температуры водки, Тоня взяла со стола кусок черного хлеба и понюхала. Они у матери на время оставались, пока я со своей жизнью разбиралась, а она в суд подала на лишение родительских прав. И правильно сделала. Вспомнив о внуке, Маша одобрила поступок матери Тони. — Да мне уже все равно. Соседка положила кусок хлеба в рот. — Вот только как жить теперь без Юрки? — положила голову на стол и вновь зарыдала. Маша посидела с соседкой еще немного и ушла к себе. Дура, нашла кого оплакивать. Радоваться надо, избавилась от пьяного груза. Одной все ж полегче. — расправила одеяло и легла на тахту. — Я со своим Олегом тоже намучилась. — погрузилась в прошлое. В гостях вел себя так, что хотелось сквозь землю провалиться. Вспоминая первого мужа, не заметила, как уснула. Глава 59. Новый год. Больше месяца в блоке не было гостей. В комнатах поселилось абсолютное спокойствие и мертвая тишина. Маша ходила по коридору свободно, без оглядки. Антонина после поминок куда-то пропала. Может, находилась у себя и плакала, но из ее комнаты не доносилась ни звука. Сложилось впечатление, будто она переехала или просто не хочет показываться на глаза. — Наконец-то тишина и покой. — возвращаясь из магазина, Маша открывала дверь комнаты. — Хотя бы высыпаться начала. Но спокойствие, как оказалось, было недолгим. Антонина действительно отсутствовала несколько недель. Сначала она гостила у мамы, а потом подалась к подружкам по несчастью, таким же выпивохам, как и она сама. Пожила у всех по очереди, изливая душу о своем Юрке, и получила подарок в виде нового ухажера Костика, которого по-простому звали Костян. Костян оказался похуже Юрке. Весь в наколках, лысый, да еще и со шрамом, пролегающим вдоль носа через глаз и заканчивающимся у виска. По всей видимости, кто-то приложился острым предметом. Эту новогоднюю ночь Маша встретила под одеялом, слушая тюремные песни и ржание нового хахаля. Каждый идиотский смех был дополнен громогласным выпьем и громким стуком по столу. Прячась под одеялом, Мария молилась всем богам, чтобы ее никто не потревожил. Только отошла от Юркиных натисков, как тут поселился новый алкаш. Первые январские деньки прошли без нервотрепки. Костик пил ежедневно, как по расписанию, но в общем коридоре не показывался. Спал, ел, посещал туалет и пил, пил, пил. До Марии он смог добраться только 23 февраля, когда она выносила мусорный пакет на выброс. — Здоров, старуха! — встретил ее у входной двери блока, когда она возвращалась с улицы. — Бабла не подкинешь? — У меня нет. — опустив голову, Маша попыталась прошмыгнуть мимо борзого соседа. — Куда? — поставив руку на дверной косяк, Костя не дал пройти пожилой женщине. — Пенсию получаешь? Живешь одна, значит, бабло имеется. — Пропустите! — глухим низким голосом прошептала напуганная Маша. — Пропустите, иначе закричу. — Чего? — усмехнувшись, поддатый мужик выкатил вперед обрюзгшую и сколотую разными знаками грудь. — Кричать? И что дальше? Ты, старуха, запомни! — наклонил голову пониже и от него потянуло тошнотворным перегаром. — Я тут насовсем, а ты живешь за стенкой. Усекла? Машу чуть не вырвала она потного мужлана, от которого разила не пойми чем. Прикрыв рот рукой, она задержала дыхание. — А ну пошли! — схватив женщину под руку, поволок в комнату. — Открывай! — приказал в полголоса. Доставая из кармана пальто ключ, уронила его на пол. Так сильно тряслись руки. — Рохля! — буркнул Костя, поднимая ключи с липкого от снега пола. Сам открыл дверь, вошел и сразу же полез по полкам искать деньги. — Я знаю, у бабок очень много наличности. Они прячут ее под матрасом. — заглянул под одеяло и простынь. — В книгах! — пошарил в навесных полках. — В чулках! — покрутив головой, открыл шкаф. У Маши заколотилось сердце. В старом пальто, которое ей было жалко выбросить, лежала вторая половина денег, припасенная для сына. Наблюдая за пожелтевшими от папирос ручищами, Мария была готова кинуться на обнаглевшего соседа и растерзать его на мелкие куски. Но силы несоизмеримы, да и Маша уже не та. Не составит труда скрутить в бараний рог худую старушенцию невысокого роста. Стоя за спиной бугая, Мария молчала и мысленно уводила мужские руки от потрепанного пальто. — Ну где, а? — настроение Кости опускалось все ниже и ниже. — А похмелиться надо, а в кармане не шиша. — Сама скажешь, или из тебя выбить правду. Наверное, стоило бы закричать или выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь, но Мария прекрасно понимала — никто ей не поможет. Если соседа арестуют, то вскоре выпустят, так как по его телу и так понятно — он там бывалый гость. Она не проронила ни слова, надеясь на то, что у Костика не получится найти тайное место. Намучившись с поисками, мужчина обернулся и увидел женскую сумочку, висевшую на спинке стула. — Отойди! — отодвинул хозяйку и потянулся к аксессуару. Машу передернуло. В сумке лежал мобильный и кошелек с остатками пенсии. — Пусть забирает, — подумала она, — зато Петины останутся целыми. Вытряхнув содержимое, Костя все-таки забрал мобильный. — На продажу сойдет! — сунул в карман дырявых штанов. — А вот и денежки! — открыл кошелек. Внутри лежали три купюры по пятьсот. — Не густо! — сказал Костя и смял бумажки. — Как пенсия будет, свесни! — бросил на стол сумочку и вышел из комнаты. — Чтоб ты сдох! — промолвила шепотом Маша, закрывая за соседом дверь. Глава шестидесятая. Неделю спустя. Вернувшись домой ранним утром из аптеки, Маша обнаружила дверь комнаты, открытой нараспашку. — Не может быть! — влетела в свое жилище и кинулась к шкафу. Не повезло. Вещи из плотиной коробки были выкинуты и валялись на полу. Странно, но только в шкафу орудовали воры. Поднимая облезлое пальто, Маша затряслась. Карманы вывернуты наружу. — Все-таки украли! — села на стул, заплахав от горя. — Кто взломал дверной замок? Кому понадобилось шарить в чужих вещах? Кто посмел обидеть пожилую женщину? — Сволочь! — подскочила с места и бросилась к соседней двери. — Открывай, тварь! Она лупила дрожащими кулаками по обшарпанным деревянным доскам и кричала ругательство в адрес Костика, который совсем недавно забрал последние деньги и телефон, а потом еще приказал свистнуть по поводу пенсии. Слава богу, хватило ума не показываться на глаза и быть осторожной, чтобы этот алкаш не отобрал пенсию, которую Маша получила буквально два дня назад. — Отдай деньги! Отдай, скотина! Я сейчас к участковому пойду! С той стороны было тихо, как никогда. Маша колотила по двери, призывала к совести и просила вернуть вторую половину, которую она припрятала для сына. Молила, упрашивала, угрожала и даже пообещала вкусно накормить, лишь бы ей вернули деньги. Но дверь так никто и не открыл. Не отозвался, не пошевелился и не пикнул. Сползая по двери на пол, Мария рыдала взахлеб и глотала слезы отчаяния. — Все, уплыли денежки! — Опять эти алкаши бунтуют! Кто-то прошел мимо блока. — Как вы надоели! Когда ж вы все обопьетесь? Маша поднялась, чтобы выбежать наружу и попросить о помощи. — Да отвали ты! — рыкнула женщина лет пятидесяти, одергивая руку и спеша на улицу. — Напьются, а потом денег просят. Господи, когда же свалю отсюда? — уходила к выходу и брюзжала, как старуха. — Все обещают, обещают переселить, а воз и ныне там. С трудом открыла тяжелую дверь и переступила порог. Обернулась и пожелала Маше поскорее сдохнуть от проклятущей водки. — Да как вы можете? — крикнула вдогонку Маша. — Я не пью. — Ага, оно и видно! — послышалась за закрытой дверью. — Давно на себя в зеркало смотрела. Наслушавшись оскорбительных слов, Мария вернулась в комнату, прикрыла дверь и уперлась спиной в дверной косяк. — Неужели я выгляжу, как эти? — всхлипнула сквозь слезы. — Неужели мне никто не поможет? Подошла к зеркалу, поправила волосы у лба и встала, как столб, рассматривая кожу лица. Морщин не счесть. Вокруг глаз столько глубоких полос, будто паутина времени расползлась, выдавливая из кожи выемки и растягивая их по переносице, лбу, щекам и шее. Цвет лица уже не такой свежий. Посеревшие щеки впалые, отблескивали желтизну, показывая тем самым, что организм не совсем здоров. Глаза провалились, дав обвисшему веку свободу действия, опустить брови еще ниже, придав виду хмурость и озлобленность. Вены на висках выпирали так, как будто они вздуты до предельных размеров и вот-вот лопнут, если постоянно быть в стрессе и плакать. Маша смотрела на свое отражение и трогала тощим пальцем места, которые особенно выделялись. Да, ничего не осталось от прежней красоты и молодости. Да, Маша стареет со скоростью света, теряя привычный внешний облик. Но не годы тому виной, а гордыня. Но Маше этого не понять. Она склонна думать, что во всем виноваты окружающие, обстановка, экология и еще бог весь что, лишь бы не винить свой дрянной характер. — Сама себя не узнаю, — прошептала, глядя прямо в глаза отражению. — Это не я, это какая-то... Вспомнив слова мимо проходящей женщины, захлюпала носом. — Как же я могла так опуститься? Когда успела состариться? Недавно выглядела намного моложе. Вот и не заметила за своими нечеловеческими поступками прожитые годы. Не заметила себя, мимолетное счастье, которого было очень мало. Не заметила хороших, добрых людей. Прожила жизнь и осталась ни с чем. Упав на тахту, принялась рыдать и оплакивать свою никчемную жизнь, пролетевшую, как один день. А вдруг стало жаль той квартиры, питомцев, даже о собаке вспомнила. Бедненький! Перед глазами встал образ молодого пса, лежащего рядом и уткнувшегося носом в ее ладонь. Как же так? Горько вспоминать прошлое, которого уже не вернуть. Горько думать, что никому не нужна. Горько корить себя. Маша забилась в истерике, наконец-то приняв всей душой то, что она осталась одинока и, скорее всего, по своей вине. — Мамочки мои! — истязало свое сердце, уткнувшись лицом в подушку. — Господи! Мама! Мамочка! Вот и маму вспомнила, да поздно. Не вернуть мамочку, не поговорить с ней, не высказаться и не поделиться печалью. Нет больше мамы, как и ее упреков, насмешек и привычного «А ты зачем приехала? Надолго?» От звучащих в ушах слов матери Маша тряслась и захлебывалась. Пусть бы она ругала, пусть говорила, что думает, но она бы выслушала, посидела рядом. Господи, как хорошо летом было в родном доме в деревне починок! Голова горела от истерических приступов. Маша была готова выпрыгнуть в окно, но первый этаж. Безумно захотелось увидеться с мамой и побыть с ней рядом хотя бы пять минут. Душа разрывалась от материнского голоса в голове и от невозможности встретиться с ней. — Мамочка, я хочу к тебе! — взывала пожилая женщина, растягивая на груди ткань вязаной кофты. — Мама! Машенька! Нежный женский голос привел убывающуюся Марию в чувства. Подняв голову, она увидела Свету. Ту самую Свету, которая когда-то была ей подругой, а со временем стала женой ее брата. — Что с тобой, Машенька? — Светлана растерянно смотрела на зареванную женщину, исхудавшую после последней встречи и изрядно побледневшую. — У тебя что-то случилось? — Зачем пришла? — вытирая опухшее лицо воротником кофты, Мария села. — Что тебе здесь нужно? Грубить не получалось из-за осипшего голоса, нервного вздрагивания и заикания. Маша, пройдя в комнату, Света села на стул и беглым взглядом осмотрелась. — Егор! А-а-а! — усмехнувшись сквозь слезы, Мария взяла со стола кухонное полотенце и высморкалась в него. Затем, сделав два глубоких вдоха, начала язвить. — Егорушке захотелось поиздеваться, и он прислал тебя? Иди отсюда, иди по-хорошему. — Выслушай меня, пожалуйста. Света чувствовала, как Маша напряжена, но надо каким-то путем расположить ее к себе. — Мы хотим тебе помочь! — не успела договорить, как Маша взбесилась, вскочив с тахты. — Да ты что? А кто вас спросил? Я? Что-то не припомню. Мне не нужна ничья помощь. Вали отсюда! — указала рукой на дверь. — Господи, как же ты себя загнала! — стала откровенно жаль невзрачную вымотавшуюся женщину. — А это не твое дело! — Маша фыркнула и быстро глянула на открытый шкаф. Заметив это, Света еще раз внимательно осмотрела комнату. — Уборку делаешь? — Да! — рявкнула хозяйка и с ненавистью сжала губы. — А у нас, Маша, случилось несчастье! — тихим голосом сказала гостья, придав новости трагичность. — Ха! За помощью прискакала! Нет у меня денег! — в груди похолодела. — Твои деньги никому не нужны. Кате плохо. — А я здесь при чем? — При том. Терпение Светы было на исходе. Ёрничество Машки достало до самых почек. Умирает она, понимаешь? Лежит в Москве на Каширке и ждет тебя, дуру, чтоб успеть поговорить. — Что? Каширская в ушах звучала как нечто серьезное. Если человек едет в Москву, да еще на Каширское, плохи дела. — А что у нее? — обомлела Маша, вытаращив глаза. — Онкология. Наконец Света успокоилась и смогла говорить спокойно. — Когда ты уехала после похорон, где-то через месяц Катю увезли в больницу, потом в областную, а через две недели врач озвучил приговор. — Не может быть! Откуда? Вроде бы эта зараза передается по наследству, или я не права? Нервы. Катя слишком много переживает. За маму переживала, за детей, за братьев, за внуков и за тебя. Глаза Маши наполнились слезами. В этот момент она почувствовала стыд, самый настоящий стыд перед сестрой. Сейчас с ней Егор, муж и ее старшая дочь. Катя и Вадик переехали жить к дочери Светлане. Продолжала бывшая подруга, не сводя глаз с Марией. А я здесь, приехала за тобой. А как ты меня нашла? Это Варваре, спасибо. Искала она тебя несколько недель, пока в одном агентстве не подсказали. Люда и рассказала, как ты комнату продавала, как с сыном у тебя не ладится. Люда? Надо же, не думала, что она не держит на меня обиду. И Маша задумалась. Помолчала несколько секунд и задала вопрос. Как в агентстве? Не поняла. Откуда Люда знает, что я квартиру продала? Я же ее выгнала. Ее родственник купил у тебя квартиру. Она знала, как ты торопишься, вот и попросила поучаствовать. А комнат, к сожалению, в их базе не нашлось. Ах, выдохнула в голос. Люда мне помогла? Да, помогла. И район она этот знает, и дом. Сказала, что самая поганая общага, которую только видела. Поэтому не берут ее в ее агентстве такие объекты. Об этом она говорила, когда Варя адрес твой выяснила. Сама я с ней не встречалась. Это Варе, спасибо. Кстати, она здесь. Кто? Люда? Варвара. Сидит в машине. Сейчас я ей позвоню. Сделав короткий звонок, Света решила убрать вещи с пола. Повесила их в шкаф и села рядом с Машей. На пороге появилась племянница Варя. Здравствуй, тетя Маша. Ее лицо было неподвижно. Никаких эмоций, ни улыбки, ни блеска в глазах. От нее веяло холодом. Это тебе. Высунула руку из кармана песцовой шубы и положила на стол ключ. Это мой подарок. В памяти Маши разразился гром воспоминаний. Погрузившись в необычное состояние под названием дежавю, она чуть не вскрикнула. Это уже было. Варя уже делала точно такие же манипуляции, но Маша не смогла рассмотреть, что именно ей подарила племянница. И было это в тот момент, когда Маша лежала на операционном столе. Что это? У Маши случилось легкое головокружение. Ключ от дома. Бабушкин дом мы продали, чтобы спасти маму. Но, сдавливая внутри себя эмоциональные порывы, Варвара держалась молодцом. — Маме осталось недолго. И я исполняю ее последнюю волю. Глотнув, сделала глубокий вдох. — Мама с папой отдают тебе дом. Делай с ним, что хочешь. И не переживай. Мы со Светой написали отказ от доли. Больше тебя никто не потревожит. Прощай. Выходя, женщина не задержалась ни на секунду. Машу будто ударили по голове. Под черепной коробкой запылал пожар. В ушах загудела. — Боже мой, Катенька! — взревела и упала на плечо Светы. Тело Маши дрожало и билось в истерике. Слезы поливали одежду Светы, впитываясь в ткань и расплываясь огромным пятном невосполнимого горя. Светлана молчала и нежно поглаживала убивающуюся Марию по засаленным редким волосам. — Не плачь, ей уже ничем не поможешь. Собирайся, поедем к Кате. Ближе к четырем часам дня Маша была в Москве у постели умирающей сестры и просила прощения. Катюшу похоронили через четыре дня в родном починке рядом с мамой. Еще через две недели были найдены соседи Маши, которые ее обокрали. Костик потратил приличную сумму денег и попал под следствие. Оказывается, за столь короткий срок он успел многое натворить, что оставит его за решеткой на долгие годы. Теперь его долги будет отдавать сожительница Тоня, которая во всем ему помогала. Своё же жилье Маша выставила на продажу. Мысль отдать сыну деньги не покидала ее. Дядя Егор нашел Петьку, поговорил с ним, но добиться встречи с матерью не мог. Петя упертый и, как оказалось, тоже злопамятный. Весь в мать. Гены. Осень 2021 год. 73-летняя Маша вытерла слезу, подошла к буфету и взяла фотографию. Померла она. Скоро восемь лет будет. Осторожно присела на табурет и бережно положила черно-белую фотокарточку на стол. А это Егор. Рядом Федька. Показывая сухим, кривеньким пальцем на серьезные детские лица, произносила имена братьев с какой-то неподдельной гордостью. А это мамка. Да ты ж должна их знать. Пристально посмотрела на девушку и тут же себя осадила. А не, ты ж недавно сюда переехала. Сколько уже? Почти шесть лет назад. Настя сочувствовала опечаленной женщине. Маша перевела взгляд на маленького Олешку и ласково улыбнулась. Жуй, жуй, Лешек, набивай щеки. Расти большой и слушайся маму. Сказав последнее слово, сжала губы и уставилась в окно. Мальчик жадно откусывал еще теплый пирожок с капустой и сопел. Баб Маш, легонько дотронувшись до руки бабушки, Настя задала вопрос полушепотом. А братья к вам приезжают? Были как-то. Маша начала лгать, чтобы не показаться никому ненужной. Но проездом. Уж очень они занятые. На пенсию скоро, а все равно работают. Вот такие они у меня работящие. Скупая слеза покатилась по левой щеке. Смахнув незаметно, Маша продолжала смотреть на двор. А сын? Вы говорили, у вас есть сын. Я никогда его не видела в нашей деревне. Как бы бабушка не скрывала, но Настя поняла, никто к ней не приезжает. Тоже весь в работе. А что ж, жизнь такая, без работы никуда. Звонит, справляется в моем здоровье, передает привет от второй жены. Говорила, а сама сомневалась, что Петя живет с той, которую он когда-то приводил знакомиться. Куда ж деваться? Встала из-за стола, отряхнула подол старого халата, распрямилась и полезла в навесную полку за конфетами. Дети вырастают, живут, трудятся, а мы стареем и доживаем свой век. Взяла несколько сосулек и передала мальчонке. Кушай, Лешек, и вспоминай бабушку. Я же знаю, что твоя давно уже... запнулась, глядя в глаза Насти. Ой, прости ты меня, дуру старую, махнула рукой, садясь на место. Ничего. Анастасия привстала, поставила сына на ноги. Ладно, баб Маш, пойдем мы, мне еще белье гладить. Иди, иди, детонька, закивала головой Маша, посматривая на мальчика. Как же ей хотелось понянчиться с малышами, кто бы только знал. Руки так и чесались, попросить девушку оставить мальчишку на пару деньков, но здоровье не позволяет сидеть днями в няньках. Проводив взглядом гостей, Маша продолжала сидеть у окна. Еще раз посмотрев на пожелтевшее фото, расплакалась. Вот уже почти семь с половиной лет она не видела своих родных, не слышала их голоса, не знает, как они живут и чем занимаются. Долгих семь лет живет одна в доме сестры Кати и представляет их приезд в родной починок, где они родились и выросли. Вспоминает детские годы и взрослую жизнь. Об интернате старается не думать, чтобы не волноваться понапрасну. Ходит на могилы сестры и матери, приносит свежие цветы, срезанные в палисаднике, разговаривает с ними и извиняется за прошлое, за пренебрежение кровными узами и глупые ссоры, из-за которых произошла долговечная размолвка. Наводит порядок у последнего дома, и, перекрестившись, уходит прочь. Дома, кроме кур и кота Васьки, никто не ждет. Тоскливо и больно от того, что одиночество не приносит радости, о которой мечтала Маша в молодости. Одиночество — медленная смерть. Не о таком конце жизни мечтала Маша, не о таком возмездии. Ей всего лишь хотелось жить без мужа, но никак без сына, на которого она потратила лучшие годы своей жизни. «Сыночек!» — Маша еле-еле шевелила губами, сгорбившись на табурете. «Я так по тебе скучаю, сыночка мой, Петенька!» Она шептала и тихонько плакала, глядя на старую фотокарточку. Тяжелые слезы падали на обездвиженные фигуры и выворачивали измученную душу наизнанку. Маша уже не была той истеричной женщиной. Она уже давно не устраивает скандалов, не лезет на рожон и не осуждает окружающих. Зачем говорить о ком-то, когда у самой, не пойми, что творится в душе, из-за собственных амбиций, которыми она уже наелась досыта? «Как же хочется обнять тебя!» Не переставая ронять слезы отчаяния, Маша не сводила глаз с фото. «Сердце не на месте, я вся истосковалась. Сил моих больше нет. Никто не хочет приехать ко мне, чтобы поговорить. Господи, простите меня грешную!» Оплакивая себя и родственников, Маша не услышала, как позади открылась дверь. «Мама! Мам!» Кто-то шепотом позвал Машу. Резко обернувшись, Мария замерла. На пороге дома стоял ее сын, Петя. Выбритый, чистый, с поредевшими, уже не такими ярко-рыжими волосами на голове. Он улыбался во все 32 зуба, и его глаза светились от счастья. А рядом стояла такая же улыбчивая Виолетта и держала любимого мужа под руку. Конец